Депрессия – это сложное психическое заболевание, которое поражает миллионы людей по всему миру. Однако влияние гормонов на развитие и лечение депрессии у мужчин и женщин остается областью интенсивных исследований. Гормоны, такие как эстрогены, прогестерон, тестостерон, а также гормоны щитовидной железы и надпочечников, играют важную роль в регуляции настроения и эмоционального состояния. Женщины вдвое чаще страдают от депрессии, чем мужчины, что часто связывают с гормональными колебаниями. Исследования показывают, что такие периоды, как менструация, беременность, послеродовой период и менопауза, связаны с увеличением риска развития депрессии. Например, эстроген и прогестерон, основные женские половые гормоны, оказывают значительное воздействие на центральную нервную систему, влияя на настроение и эмоциональное состояние. Гормональные изменения в периоды, такие как перименопауза, могут привести к возникновению или усугублению депрессивных симптомов. В отношении лечения, гормональная терапия, в частности заместительная терапия эстрогенами, рассматривается как потенциальная стратегия для снижения симптомов депрессии у женщин, особенно в период менопаузы. Эстроген может улучшать настроение, воздействуя на серотониновые и другие нейротрансмиттерные пути в мозге, которые затрагиваются при депрессии. Однако результаты исследований в этой области различаются, и необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности гормональной терапии в лечении депрессии. Хотя мужчины сталкиваются с депрессией реже, чем женщины, гормональные факторы, особенно связанные с тестостероном, также играют роль в развитии депрессии. Низкий уровень тестостерона был связан с увеличением риска депрессии у мужчин. Тестостерон влияет на множество систем организма, включая настроение и энергию, и его низкие уровни могут приводить к симптомам, похожим на депрессию. Для мужчин с депрессией, которая может быть связана с низким уровнем тестостерона, терапия замещения тестостероном может предложить улучшение. Некоторые исследования показывают, что введение тестостерона может улучшить настроение, увеличить энергию и общее качество жизни у мужчин с депрессией и низким уровнем тестостерона. Однако, как и в случае с женщинами, данные о влиянии гормональной терапии на депрессию у мужчин остаются неоднозначными. и требуется дальнейшее изучение для определения ее эффективности и безопасности. Стресс играет значительную роль в развитии депрессии, и гормональные реакции на стресс, такие как активация оси гипоталамус-гипофиз надпочечники ГГНС, тесно связаны с депрессией. Гормоны стресса, такие как кортизол, могут негативно влиять на настроение и эмоциональное состояние. Исследования показывают, что у женщин при депрессии может быть более высокий уровень активации ГГНС по сравнению с мужчинами, что подчеркивает необходимость учета гендерных различий в понимании и лечении депрессии. Гормоны играют важную роль в регуляции настроения и эмоционального состояния, и их влияние на депрессию у мужчин и женщин является значимым. Гормональные колебания, особенно у женщин, связаны с увеличенным риском развития депрессии. Гормональная терапия представляет собой обнадеживающую область для лечения депрессии, но ее эффективность и безопасность требуют дополнительных исследований. Понимание уникальных гормональных взаимодействий и их влияние на депрессию может способствовать разработке более эффективных стратегий лечения для обоих полов. Советуем посмотреть лекцию доктора Нила Барнарда, где он объясняет, как с помощью правильного питания можно влиять на гормональный баланс в теле.